Начинающий провизор толчет в ступке вещество, которое станет основой для будущего лекарства. Его изготавливают не на фармзаводе, а в небольшой ассистентской помещении, которое находится прямо за аптечными кассами. Здесь вот у нас есть стол химик, провизор-аналитик, который эти лекарственные средства проверяет и сами же мы их продаем. Первое лекарство собственного производства здесь продали 9 февраля. Пока изготавливают лишь 150 лекарственных форм. Но со временем, уверены специалисты, ассортимент удастся нарастить. Потребность в таких препаратах высокая. Мы знаем, что на рынке в основном фармалистическое производство не выпускает детские лекарственные формы в том объеме, который требуется. Это и в педиатрической практике, и в офтальмологической практике. Я считаю, что даже в кожной дерматологической практике препараты, которые можно изготовить в аптеке, они актуальны. Аптечные рецептурные препараты, говорят специалисты, всегда пользовались спросом. Не дорогие, но эффективные. Благодаря тому, что при их создании учитывают не только диагноз, но и индивидуальные особенности больного – возраст, вес и другое. Индивидуальный подход к лечению всегда лучше, чем шаблонизированный. Возобновить процесс аптечного производства, признается руководство сети, отдалось непросто. После объявления нашей стране санкций возник тотальный дефицит субстанций, на основе которых создают препараты. Но с несколькими поставщиками договоры заключить удалось. Ближайшая из них – компания из Новосибирска. Вот эта субстанция на какие препараты в частности? Какая? Вот, например, вот это вот идет, это наружная. Это наружный блок у нас этот идут. Мази, болтушки с крахмалом, с тальком, с цинкаокиси. Очень популярные были. Мы сейчас возобновляем, снова будем их готовить. Это при дерматитах. Аптечное производство свернули в Россию около 10 лет назад. Тогда провизорам запретили самостоятельно готовить препараты, которые уже зарегистрированы и имеют фармлицензию. И никаких программ по поддержке производственных аптек до сих пор не было. Но в ноябре прошлого года Совет Федерации одобрил закон, возрождающий хорошо забытое старое. Самым сложным этапом, говорит директор Алтайской сети, оказалось лицензирование. Сложный этап, но мы его прошли с первого раза. То есть мы сделали все правильно, все верно, все соответствует требованиям и оборудованию, и проведен правильный ремонт. Соответственно, мы получили лицензию. И вот что удивительно, параллельно с процессом возрождения персональной сборки лекарств в Барнауле, в Бийске недавно ликвидировали единственный муниципальный рецептурно-производственный аптечный отдел. 8 его сотрудников сократили. Мы обращались за помощью в администрацию города, администрацию края, в министерство здравоохранения и писали письмо Владимиру Владимировичу Путину. Но все ссылались на министерство здравоохранения края. Краевой Минздрав, рассказывают бывшие сотрудники, называл им разные причины закрытия отдела. Нерентабельность аптеки, необходимость ремонта, отсутствие обязательных по закону сотрудников, таких как провизор-аналитик. На открытии Барнаульского филиала министр здравоохранения заверил, что и Наукоград все же не оставит без производственной аптеки. Но пока не ясно, когда и по старому ли адресу она откроется. А в Бейске когда, в какие сроки? Я вам сейчас не смогу это сказать, поскольку мы находимся в поиске именно сотрудника. Из тех сотрудников, которым было предложено пройти обучение, не согласились они с этим, поэтому мы сейчас ищем именно, подбираем работника туда. Я являюсь провизором-аналитиком, но диплома именно аналитика у меня нет. Я провизор, провизор-технолог. Как говорилось аптеками Алтая, они «учитесь, учитесь», но конкретных предложений не поступало. Это в плане конкретно, как это будет происходить, какая зарплата будет, будут ли они оплачивать обучение, сколько это по времени. Я готова учиться. Сейчас в медицинском вузе обучаются четыре будущих аналитика-провизора. Все они на целевом наборе, один закреплен за государственной аптечной сетью. Направит ли его в Бейск вопрос открытый, как и то, сколько в общей сложности производственных аптек планируют возродить в крае. По словам министра здравоохранения, для создания сети и приемлемых цен на препараты, нужно сначала нарастить спрос и в разы увеличить ассортимент. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком.